Если замучили миомы, давайте с тобой поговорим. Ты на канале с Аленой, здесь про здоровье, физическое и ментальное. У меня в консультациях очень много девочек, которые приходят со запросом психологическим и остаются со мной, потому что я умею пользоваться хорошо нутрицептиками. Могу сказать, что миома бывает связана с различными неблагоприятными условиями среды и питательными веществами. Это одна история. Вторая история. Миома связана часто с внутренними проблемами женскими. И это проблема нервная, часто это проблема недомогания, часто это проблемы истощения и, соответственно, нарушение эмоционального состояния. Если есть моменты, которые сильно влияют на тебя, то я могу сказать, что это базово, нужно исключить. Психологическое здоровье будет влиять на нутрицептики, которые я тебе предлагаю. Обычно это и хлорофилл, и бонси, и IGX, и гриппайн для рассасывания, для протекции. И тут очень много всего, что я даю. Конечно, и вагиям. Хочется вот о чем с тобой поговорить. Миома может пройти, Но если ты поймешь, то с чем ты чисто еще психологически не справляешься, что ты делаешь, кто вокруг тебя. То есть психотерапию никто не отменял. Девочки у меня выходят быстрее из этих состояний, которые не только схемы пропивают, они работают со своей психикой. Я знаю, как тяжело, когда никого рядом нет, или когда ты одна, или когда ты не знаешь, что выбрать. Начинается подниматься кортизол. И иногда важно научиться себя успокоить, найти своего терапевта, психотерапевта, и проработать ситуации, которые у тебя идут в жизни. А потом спокойненько работать с нутрицептиками. Можно это делать параллельно. Напоминаю, миома бывает также на некачественной пище, которую, например, мы сейчас получаем в окружающей среде. Покупаем курочку, а в курочке гормоны. Покупаем творожок, а в творожке антибиотики. И да, это реальность. Но это не значит, что нельзя полностью с чем-то справиться и решить эти задачи. Я очень вас прошу, пишите вопросы, с радостью вам отвечу.